Добро пожаловать в Warface, братишка! Прокутаген, ты слышал? Седа апует. Кажись, теперь он реально нагибной станет. Капитан Очевидность, можно подумать, без апа Седа у нас от него мало жопы у всех дымилось. Это первое. А второе и самое интересное. Почему это Сед на данном историческом этапе развития в скобках игры является каким-то, сука, приоритетом? Добро пожаловать в Warface, братишка! Или кому нужен апнутый Сед? Ладно, давай начнем с самого главного вопроса, который я тебе хочу давно задать и задать большинству игроков. Ну вот, чем вам не нравится Сед? И почему работу над игрой серьезную надо начинать не с него? Во-первых, Капитан Очевидность, начинать надо было тогда, когда Седа еще и в помине не было. Это первое, что ты должен понять. Второе. Сед реально бесит игроков. Понимаешь, вот бесит. Кого-то он бесит из-за того, что там он не убивается в голову из большинства оружия. То, что он не ваншотится, меня радует. То, что он снайпером не ваншотится, да, меня это очень радует. Но тем не менее, большинство это бесит. Меня он бесит чисто эстетически. Вот как бы, понимаешь, если добавить каких-нибудь персонажей с их способностями из Overwatch'а в Warface, то вот примерно то же самое для меня Сед в игре. Ну вообще не вписывается в это игре. Вот вообще. Какой-то Терминатор, бегающий на PvP. Вот нахрен он тут нужен? Серьезно. Ну в общем, тем не менее, факт остается фактом. Сед вызывает очень много негодования. Понимаешь? И разработчики почему-то начинают именно с него. Но прежде всего, что я хочу сказать. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Моркин, также капитан очевидность. Алоха, Ракути. Красава. И сегодня, друзья, поговорим об улучшении Седа. Что это такое? Почему это на данный момент не нужно? И чем стоило бы заняться вместо этого? Ну давай расскажи хоть для начала, что ему изменили вообще? Изменили на самом деле Кэп не так много. Изменили, друзья, у нас у Седа броню. Его вот этот комплект ртуть изменили. Главным изменением является то, что убрали все штрафы на перережение. И по сути, по идее, Сед сейчас бегает как персонаж в дефолте. То есть без всякого ускорения. Действительно, играть с Седом стало, прямо скажем, поинтереснее. И сама игра идет бодрее. Но первое, что здесь стоит учитывать, мои впечатления складывались исключительно при игре, буквально, наверное, в двух-трех комнатах. И особо таких сильных нагибаторов, например, тех же каких-нибудь там реально крутых снайперов, в этих комнатах сразу скажу не было. А онлайн на ПТС был столь высок, что выбирать, к сожалению, не приходилось. То есть ту комнату, которую нашел в течение, там, 5-7 минут, в той играешь как бы. И лучше оттуда не выходить, потому что следующую комнату, сука, можешь вообще не найти. Играя в этих комнатах, действительно, я не встретил никакого особого сопротивления. Маслоисчезация шла очень качественно. Неважно, наша команда выигрывала или проигрывала. Пулемет Сэда сгревал всех, и при этом меня особо вроде как не нагибали. Ну, конечно же, это, ребята, все-таки, знаете, такая вот, ну, неполная проверка. И по некоторым косвенным признакам, например, то, что некоторые штурмовики или инженеры просто при моем полном здоровье и броне мне отвешивали хедшоты нахрен. Я сразу понял, броня, в принципе, многократно лучше не стала. То есть консервная банка, в принципе, им бой не стала. Капитан еще говорит, ну, конечно, не стала имбой. Сэд не стал имбой из-за брони Ртуть. Для кого-то, конечно, он был имбой, и останется имбой, и вообще, как бы, там, ну, и все плохо. Ну, ты понимаешь, да, как бы, то есть нагиб, многим неудобно против него играть. Но суть в том, что Ртуть теперь просто действительно стала, наконец-то, ну, побыстрее и попроворнее, нежели другая броня Сэда. Вот и все. Но ничего колоссального, катастрофического, хорошего или плохого не случилось. Сэд как был классом весьма своеобразным, так им и остался. Ладно, вот бомбите вы на Сэда, жалуйтесь на Сэда. Ну, скажи мне тогда, вот над чем бы ты сейчас работал в игре? Вот. Вот это хороший вопрос, капитан Очевидность. Теперь давайте-ка, наконец, подумаем. Почему? Схренали? И вообще, зачем сейчас? Я не говорю, что вообще. Вообще, конечно, все, над всем надо работать. Ну, почему именно сейчас, в этот исторический период, надо работать над Сэдом? В игре за последние годы накопились, прямо скажем, проблемы существующие. Это нормально, я не говорю, что это плохо, а, все, жопа, плохо. Это, естественно, в любом проекте. В любом проекте есть какие-то проблемы. В Warface они, сука, накопились. Их достаточно немало. Проблемы действительно важные. И они требуют принятия каких-то действительно важных, фундаментальных решений. Если сделать все грамотно, если все сделать правильно, то это действительно может улучшить состояние онлайна в игре, отношение игроков к игре, отношение игроков к разработчикам, да и вообще улучшить состояние проекта во всех отношениях. Вот, например, есть у нас Королевская битва. Была, есть, как бы, не знаю, сейчас на нее играют вообще кто-то заходит или нет, может она опять уже умерла. Суть не в этом. Вот Королевская битва. Выпилили из игры. Что-то думали, думали, ничего не изменили, снова запилили в игру, ничего практически не изменив. Но ведь это целый режим. Это режим сверхпопулярный вообще сейчас, вообще в игровой индустрии. И вот качественное изменение его, можно просто взять пример с других Королевских битв, добавить какие-то фишки, увеличить карты, действительно сделать это интересно. Например, вот вам предложение разработчики, просто сходу только что придумал. Мы делаем на Королевской битве своего рода, можно сказать, боевой пропуск. Как РМ у нас идет, вот там, с 21 лиги по первую. Играя в Королевскую битву, неважно, нагибают вас или нагибаете вы, но если вы много в нее играете, у вас эти лиги потихонечку апают. Только вместо лиг, вместо лиг, это не показатель, какой вы крутой, это показатель просто, сколько вы задротите Королевскую битву. Когда вы достигаете очередной отметки, скажем так, очередной лиги через несколько игр, вы получаете камуфляж. Вот просто банальные камуфляжи. Начинается все с камуфляжей какой-нибудь полигон, и вот на самой крутой лиге, а чтобы ее получить, надо там, не знаю, игр 100 отыграть, а то и больше на Королевской битве, да, там, в месяц. Вы в конце сезона, наконец-то там дойдя, или там раньше, за пару недель позадротив, вы получаете самые крутые скины. Например, пак скинов Фортуна, это крутые скины, ну согласитесь, у людей больше мотивации играть на Королевской битве. Вот просто улучшить саму Королевскую битву, сделать интереснее, больше карты, чтобы хотя бы минут 10 люди играли. Изменить систему брони, чтобы действительно все это круто было. Пожалуйста, улучшенный режим, больше интереса, более качественный геймплей, и, пожалуйста, достойная награда. Вы просто играете и за это скины получаете, это гениально, сука, да. Дорогие разработчики, предложение к вам номер 2, вместо того, что позит с седом, вот серьезно. Придложение номер 2. В игре масса у нас оружия. И говорите, ну типа зачем на новую легендарную ветку, новые пушки, магазин и так закламлен. Кстати, вас совершенно не смущает, что вы туда вводите теперь по десятке пушек на распродажу, и за кредиты, и за короны, и за что угодно. Я предлагаю вам делать действительно качественные, качественные изменения. У нас есть такая категория оружия, как коронное оружие. Честно скажем, не актуальное. Ну нахрен никому это коронное оружие не нужно. Большинство его нафиг не покупает, оно не нужно. Легендарная ветка не хуже, а некоторые пушки и получше будут, донат тем более лучше. И таким образом, короны просто у людей лежат. Вы теперь придумали, как наконец-то эти короны реализовать. И теперь донатное старое оружие продаете за короны. Так, ребят, вы не ленитесь. Вы сделаете рискин старых стволов, не донатных. Например, вот, Галил-Ар. И, например, ближайшие два месяца в магазине, убираем все вот это вот коронное оружие, которое сейчас, будет, например, Галил-Ар коронный. Он обладает ТТХ, скажем, на уровне М16. Примерно. То есть, это реально круто. То есть, это М16, извините меня, по сути. Только множители в ноги, руки, ноги еще лучше. То есть, это что-то такое крутое между М16 и Берет и АРХ. Это достойное оружие. Это хороший множитель. Это почти, как бы, почти топ-донат. Ну, не затягивает, но все-таки. И продается это оружие на время за короны и навсегда. Скажем, приобрести эту коронную пушку навсегда, этот Галил-Ар, стоит 20 тысяч корон. Круто-круто. Это надо задротить. Это у людей больше мотивации играть те же РМы. Да, это у людей больше мотивации играть больше вообще в Warface, тот же РМ, чтобы свой клан апать, нагибать, в элитную лигу стремиться. А еще этот Галил-Ар уникальный, будет, соответственно, обладать отдачей мягенькой, сочной, как у VHS-а сказано. А кроме этого, у этого Галила будет уникальный прицел 1,3-кратности, как у АК-12. Круто-круто. То есть, вроде бы как, это не топ-донат, но такой, знаете, вот предтопик. Это вот классно-классно, это лучше, чем мемочка, это что-то ближе к берете. Это достойное оружие. Такое же оружие сделать медику и старых, вот сделать в НЛИ нова тактикал, только с уникальным прицелом, в коронном варианте, то есть расцветкой, и нагибную, крутую, на уровне, скажем, FABARM STF-12 компакт. Очень даже годно, с его ТТХ, с его темпом стрельбы. И продавать это на время и навсегда за короны. И проходит два месяца, пушки меняются, вместо этих пушек появляются новые пушки. Опять же, из старых просто оружия из поставщиков, делайте коронные версии, достойные современными, крутыми ТТХ. Вот вам еще одно, сходу предложение. Но я не могу понять, почему вы не думаете о той же королевской битве? Почему вы не думаете о каких-то, вот как я предложил, мотивацию играть игрокам, там, скины выдавать, какие-то отдельные лиги на отдельных режимах делать? Почему вы не предлагаете игрокам, вот, новое коронное оружие, вы аппаете седа? Вы создаете карту Шепито, которая будет актуальна в день дурака, да, то есть день смеха, пару дней в году. Колоссальная работа проделывается, серьезно, вот, это вот, говорят, что наши разработчики не работают, они работают, но вот у вас приоритеты, сука, странные. Вы работаете над скинами Гаргона и придаете им какое-то особое такое, колоссальное значение. Хотя скины Гаргона это шлак, по моему мнению, и, наверное, мнению большинства игроков. Вы придаёте колоссальное значение седу, хотя он в хер никому не впился, этот сед. Есть действительно существенные проблемы, есть устаревшие механики, есть устаревшие или некачественно сделанные карты, некачественно сделанные режимы, некачественное оружие, какие-то вот моменты там с контрактами, моменты с коронным оружием, что-то ненужное в игре. И это можно преобразовать, из этого можно сделать конфетку, и из этого можно преобразить всю игру. Почему вы над этим не работаете? Причём, я уверен, вместо того, чтобы сделать новое снаряжение там седу, добавить ему новый пулемёт, легче было намного поработать, просто сделать рескин коронный, тех же пушек, обычных из поставщиков, изменить им ТТХ и отдачу, и, пожалуйста, у людей столько мотивации зарабатывать короны. Это же просто на поверхности лежит. Почему этим не воспользоваться? Мне никак не понять. Дорогие игроки, я прошу вас высказать своё мнение. Прав я, не прав? Хорошие я идеи предлагаю или нет? И кроме этого, должен сказать, что сегодня-завтра я сделаю выпуск про ПТС, про Шапито, про скины, и скажу, что я об этом всём думаю. Да, в любом случае, если данное видео вам понравилось, какие-то умные мысли были сказаны, хотя, сука, какие у меня умные мысли, но тем не менее. Ну, раз в год раскапливаю. Да, вот, правильно говоря. Умные мысли это вообще, что ли? Но, в любом случае, ставьте лайки, по желанию, как хотите. Яйки чешить. Это по желанию. Ну, сами знаете. Фу, типунный язык. Без этого просто никуда, ребят. Ну, всё, вступайте в нашу армию, нагибайте все. И мы увидимся с вами.